Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о жизни Клавы Коки до того, как она стала известна. А если тебе понравится мой видос, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. И кстати, спасибо вам большое за 1000 подписчиков. Я очень вам благодарен. А теперь я вам пожелаю приятного просмотра. Клавдия Высокова родилась 23 июля 1996 года в городе Екатеринбург. Девочка появилась на свет в многодетной семье. У неё есть брат Лев и сестра Лада. Про родителей Клавы можно сказать, что мама мечтала стать певицей, но ей это не удалось. Папа же коллекционировал пластинки с композициями Beatles, Queen, ACDC и также любил петь. А бабушка и дедушка у неё актёры, так что она росла в окружении творческих людей. О своём желании стать певицей девочка сообщила в 4 года и естественно встретила понимание. Уже в 5-6 лет она выступила с детским хором в государственной филармонии, а в 10 впервые выступила сольно. В 14 лет она овладела 7 инструментами и также записала свой первый клип. Тем не менее, настолько ранее начало не дало девочке ни славы, ни денег. Ей с 11 лет приходилось работать. Клава трудилась аниматором, продавцом обуви, продавцом игрушек, певицей в ресторане, расклеивала объявления, продавала сим-карты и писала музыку на заказ для того, чтобы заработать на первую аранжировку. Девушке даже пришлось пойти на конфликт с законом. Как она говорит, я проводила людей в метро по своей карте, школьника за 30 рублей. Ещё параллельно раздавала листовки. Карточка срабатывала через каждые 7 минут, поэтому поднималась из метро на улицу и обратно. Естественно, о камерах наблюдения я тогда и не знала. В итоге меня задержали сотрудники полиции и посадили. Когда Клава переехала в Москву, положение только усложнилось. Для учёбы в университете, не сумев поступить во ВГИК, она подала документы в Российскую Академию Народного Хозяйства. Получение высшего образования певица продолжала совмещать с попытками запустить собственную музыкальную карьеру. Она постоянно участвовала в телеконкурсах. Упорство Клавы было вознаграждено в том же году. В неё поверил коллектив лейбла Black Star, набиравший пополнение на реалити-шоу «Молодая кровь». Девушка рассказывала, что потратила на кастинг буквально последнюю тысячу рублей. Буквально на днях ей предстояло ехать работать певицей в Египет. Помимо песен и блогинга, Клава Кока отметилась в роли телелетущей. Некоторое время она путешествовала по миру в передаче «Орёл и Решка». Девушка рассказала, что приняла решение об этом абсолютно самостоятельно, так как является давней поклонницей программы. Ну а теперь мы поговорим о её личной жизни. СМИ гадают, кто же её бойфренд? Масленников, Крид или Морген? Ну а сама певица о своих отношениях ничего не говорит. Так что нам и СМИ стоит гадать, кто же её бойфренд. Ну вот такой видос у меня получился. Если тебе понравилось, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok